Новичок в мире высокой моды – 76-летний итальяне Джорджо Армани. В молодости он не мог сдержать слез, когда смотрел показы своих коллег кутюрье. Чтобы запустить собственную линию от кутюр, ему понадобилось 30 лет. В 2005 году его дом моды отпраздновал свой 30-летний юбилей, пригласив главных клиентов и друзей марки на свое первое шоу в рамках недели высокой моды. С тех пор прошло 6 лет, и уже мало кто вспоминает, что Армани в сфере высокой моды – новичок. У нас с Джорджо прекрасные отношения. Мы знаем друг друга целую вечность. И что удивляет, все эти годы он невероятно популярен. Я высоко ценю его работу. Джорджо – невероятно талантливый и прекрасный человек. В чем же его уникальность? Он сам по себе уникален. Я не могу объяснить, в чем его секрет. У него очень особенный подход к жизни и к работе в целом. Он особенный. Софи, вы внимательно продумываете свой образ? Я не могу объяснить, что он очень особенный подход к жизни и к работе в целом. Только по очень особым случаям. Джорджо, вы потрясающе выглядите сегодня. Как выбирали этот наряд? В каком-то роде он сам меня выбрал. Если честно, у одежды от Армани есть несколько преимуществ. Первое – она всегда идеально на мне сидит. Единственное, что я маленького роста, так что все вещи приходится подшивать. Второе преимущество – в этой одежде я чувствую себя абсолютно уверенной и защищенной. Я знаю, что это ваш первый модный показ в жизни. Как так? Вы знаете, я люблю красивые вещи, но мода не играет в моей жизни какую-то особенную роль. Мне не нравится ходить по магазинам. Я не люблю долго продумывать то, как я оденусь. Предпочитаю накинуть на себя первую попавшуюся вещь, чтобы было удобно, и чтобы больше об этом не думать. Я не следую моде, но я ценю творчество людей, которые в этой сфере работают. Например, Джорджо Армани. Сегодня Джорджо Армани – один из рекордсменов по части появления его платьев на красных дорожках. Это совсем не говорит о том, что он любимый кутюрье звезд. Потому как обычно не звезды выбирают себе платье, а дизайнеры выбирают тех звезд, с кем они хотят работать. В преддверии вручения премии «Оскар» и главной красной дорожки планеты мы решили составить рейтинг кутюрных платьев, которые имеют больше всего шансов оказаться на звездах первой величины. Далее в программе. Какие платья появятся на главной красной дорожке года – церемонии вручения премии «Оскар»? Николь Кидман, Натали Портман и Хелена Боннэм-Картер – у кого больше шансов стать самой стильной звездой церемонии? Я уверена, что на красной дорожке «Оскара» точно найдется место творения Джона Гальяна для Диор. Преимущества кутюрных нарядов – они очень индивидуальны. Так что любая звезда сможет выбрать себе что-нибудь подходящее. Платья Диор из новой кутюрной коллекции пойдут натуром авантюрным, таким как Хелена Боннэм-Картер. Вы можете себе представить платье из коллекции Диор на красной дорожке? Да они всех просто ошарашат. Думаю, что Николь Кидман. Она могла бы надеть Диор. Действительно могла бы. Особенно ей бы подошли второй и последний образы. Гигантская юбка, очень в стиле Гальяна, сногсшибательно красива. Не думаю, что кто-то из звезд выберет платье от Армади. Уж слишком футуристичной была его коллекция. Уверен, у них в загашниках хранятся специально сшитые наряды для номинантов. Но те, что с подиума, слишком драматичны. Хотя для Леди Гага это в самый раз. Я бы очень хотел увидеть Николь Кидман в Шанель, в одном из этих деликатных платьев, что мы увидели ближе к концу показа. Ничего обидного в сторону Натали Портман. Но вы разве можете представить себе ее одетую в эти вещи? Тут даже и речи быть не может. Хотя она единственная, у кого контракт с Диор. Так что ей, скорее всего, просто придется надеть одно из этих платьев. Я даже готова поставить деньги на то, что Портман наденет что-то от Диор. Как по мне, платье от Армани – идеальный вариант для красной дорожки. Прекрасные понятные формы, футуристичные цвета – это сработает. В случае с Натальей Портман, я не уверена, что ей пойдут эти большие платья. Она на последних месяцах беременности, и широкая юбка сделает ее громоздкой. Продолжение следует... Когда у дизайнеров есть возможность показывать коллекцию от кутюр, то они возвращаются к высокой моде, как возвращаются к религии. Этой фразой, почти что афоризмом, от президента Палаты высокой моды Диде Грюмбаха, я закончу сегодняшнюю программу. В следующий раз смотрите продолжение. Все, что осталось за рамками официальной программы недели высокой моды, но не осталось без нашего внимания. С вами была я, Дарья Шаповалова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!